Мы вместе с Игорем участвовали в этой конференции «Единство сознания», но Игорь доклада не делал, а у меня была подана заявка на доклад, но она была не совсем по теме конференции, и поэтому мне дали стендовый доклад. Я разместил картинки, разместил тексты, тезисы, и довольно интересно это мероприятие, именно стендовый доклад. Человек подходит, начинает смотреть, интересуется, спрашивает, какие вопросы, ответы, да, и так человек 5-7 я с ними пообсуждал. Вот. Тема доклада у меня была по моей статье «Нисходящая причина, сетрудная проблема сознания» или «Почему компьютерные программы не работают в темноте», но я ограничил тему обсуждения и тему, что отражалось на самом докладе, очень маленькой подтемочкой, которая была призвана. Цель была показать ограниченность аналитической философии сознания, ограниченность метода аналитической философии сознания, и то, что настоящие философские проблемы стоят немножко, не немножко, а глобально в другой стороне. Значит, из чего я исходил? Значит, есть некая трудная проблема сознания, которую сформулировал Чарльз. Ну, вообще, это просто переформировка психофизической проблемы, взаимоотношения тела и сознания. То есть, почему наши процессы, информационные процессы в мозгу не происходят в темноте, а сопровождаются неким сознательным опытом. И вокруг этого пляшет всякая аналитическая философия сознания. И я хотел показать, что это нет никакой сугубо специфической проблемы, трудной проблемы сознания. Что это общая антологическая, общая философская проблема, которая касается взаимоотношения различных антологических уровней. Физического, химического, химического, биологического, биологического, психического, нейрофизиологического и сознательного. Значит, из чего я исходил? Я задаю людям вопрос. Вот у нас есть, скажем, нейрончик, и он взаимодействует с другим нейрончиком. Это некое событие. И мы можем представить работу нашего мозга, как поток событий взаимодействия нейронов. На уровне взаимодействия нейронов. И тогда мы должны задать вопрос. А где здесь наше сознание? Ну, мы должны просто сказать, что это нечто, построенное на этих событиях нейрофизиологических. Аналогично я говорю, что вот есть, скажем, некая молекула органическая, она взаимодействует с другой молекулой. Это некое химическое событие. И у нас есть множество химических событий, последовательность. И эти химические события организуют некую жизнь. То есть некая жизнь, настроенная над этими химическими событиями. И спрашивается вопрос. Вот эта картинка. Поток взаимодействия нейронов в событии взаимодействия нейронов. Поток взаимодействия химических молекул. И отношение этого потока с тем, что они реализуют, в частности, жизнь. Жизнь и сознание. Это разные проблемы философские или одна? То есть взаимодействие. Вот это. То есть, казалось бы, с точки зрения аналитической философии сознания, это разные. Даже подошел параличник, пытался мне что-то говорить, что ну тут мы не совсем все понимаем, а здесь мы все понимаем. Нет, давайте не будем говорить о эпистемологических проблемах. А антологических, вот чисто антологических. Есть поток событий, на этом потоке событий что-то реализовано. Есть поток событий, что-то реализовано. И для того, чтобы продемонстрировать, я взял книжку «Сознание и вещи» Васильева, известного нашего профессора МГУ, занимающегося этими проблемами, занимающимися трудными проблемами с сознанием. И вот он сформулировал ряд вопросов, которые стоят перед аналитической философией сознания. Является ли сознание физическим? Ворождает ли мозг сознание всегда каким образом? Супервентно ли сознание на мозге? Может ли сознание кузальным образом влиять на самого себя? Влияет ли сознание на поведение? Почему функционирование мозга сопровождается сознанием? Я произвел любимый мой прием, полемический, который я люблю на всех форумах использовать. Хоть заменить термин, заменить понятие. И переформировать эти вопросы на отношении другого уровня. Является ли жизнь физической? Ворождают ли химические реакции жизнь? Если да, то каким образом? Супервентно ли жизнь на химические реакции? Может ли жизнь кузальным образом влиять на саму себя? Влияет ли жизнь на поведение клетки? Почему химические реакции сопровождаются жизнью? То есть вопросы совершенно адекватные. Почему химические реакции сопровождаются жизнью? Почему взаимодействия нейронов порождают сознание? Сопровождаются сознанием. И тогда становится ясно, что нам нужно искать единый философский ответ, который должен быть сформулирован на уровне антологии, о причинных взаимодействиях между различными уровнями. Скажем так, аналитическая философия сознания исходит из того, что взаимодействия клеток, нейронов, мозги, они детерминированы, как часы работают. Они подчиняются физическим законам. Есть некая каузальная замкнутость физического. А сознание как бы над ними, оно нарушает каузальную замкнутость. Так извините, но это тот же вопрос можно задать и здесь. У нас есть каузальная цепочка взаимодействия химических реакций, и жизнь нарушает эту каузальность. Она надстроена над ней. То есть проблема одна и та же. И решение должно быть одинаковое. Если, скажем, забавно спросить биологов, а решили ли они трудную проблему жизни? Как жизнь влияет на организм? Глупый вопрос, как жизнь влияет на организм. Как сознание влияет на мозг? Или простую, как жизнь связана с организмом? Есть еще один момент интересный, что спросить у биологов, биологи, а вы изучаете жизнь? Они не поймут. Вот мышцы мы изучаем. Взаимодействия там нейронов изучаем. Мы можем изучить геном. Мы конкретно что-то изучаем. И точно так же сказать, изучить сознание, это бессмысленно. То есть, или скажем, структура сознания, есть структура жизни? Да нет никакой структуры жизни. Нет никакой структуры сознания. То есть как только мы хотим задать вопрос о жизни или о сознании, приписать какой-то предикат или какое-то прилагательное, мы приложимся к чему-то конкретному. Что-то вот, конкретный психический феномен какой-то, либо в жизни конкретное взаимодействие каких-то органов, и какая-то иммунная система, сердце. Мы всегда будем изучать что-то на вполне фенологически явном уровне. А постановка вопроса вот в аналитической философии сознания о сознании вообще, как и о жизни вообще, значит, она абсурдна. То есть нужно ее дробить всегда. Ну, де-факто они же и дробят. Ну, дробят, но все равно, скажем вот, ну вот это, не вникая. В статье там у меня гораздо глубже еще анализируется нисходящая причинность, и показано, что именно только благодаря нисходящей причинности, а, в статье есть еще один пример. Здесь я привел пример жизни и сознания. Есть еще промежуточный, скажем, пример, показывающий неадекватность подхода. Значит, вот у нас есть мышцы. Мышцы сокращаются. И можно сказать, что бег это последовательность сокращения мышц. Но бег сам по себе, он вписан в некую ситуацию. Скажем, гепард бежит за ланью. И, рассуждая на уровне кузальной замкнути, мы должны говорить, что бег детерминирован последовательность сокращения мышц. Но здесь у нас обратно. Психическая ситуация, психическая ситуация погони за ланью детерминирует сокращение мышц. То есть, опять, у нас есть высший уровень, якобы надстроенный, но он является причином относительно низшего. Также с клеткой. То есть, у нас нет такого химического процесса деления клетки. Есть жизненный феномен деления клетки, и он детерминирует химические процессы. Детерминирует. Также из сознания мы должны говорить, что есть некое явление, нечто, но оно детерминирует взаимодействие нейронов, а не наоборот. Ну, и если обращаться уже к темпоральной антологии, то здесь нужно и можно выяснить, в чем же заключается единство сознания. Вопрос. Единство, прежде всего, глобальный ответ на этот вопрос в рамках темпоральной антологии заключается в том, что в единстве событий. То есть, события нейронные, это события химические. События химические, кстати, из физических событий. То есть, все события, включая от самых элементарных физических событий, в которых взаимодействуют элементарные частицы, до событий ментальных, это одни, из одних и тех же событий. Нет отдельно ментальных, как нет отдельно жизненных событий, они все химические. Нет отдельно нейрофизиологических событий, они жизненные, они химические, они физические. Вот цельность этого потока событий, распределенного на большом промежутке, времени и составляет некую цельность сознания то есть сознание на реализовано на единых событиях но это долго 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 объяснять конечно вот то есть если от печки но вот такой вот ответ еще по ходу ответ просто такой что есть разный ответ такой что проблема философская трудные проблемы сознания формулируются как взаимоотношения надстраиваемых антологических уровней и эта проблема должна решаться одинаково и для настраивания жизнью над химией и настраивания скажем сознанием над нейрофизиологии одна и та же философская научные проблемы это разные что разные феномены изучаются но философская эта проблема одна и решив одну из нельзя решить проблему сознания трудно проблему сознания не решив проблему отношения жизни химизма это мне кажется ты исходишь из положения что вот отношения выстраиваемые между жизнью и химическими процессами абсолютно структурно такие же как отношения между сознанием и не структурно а чем они они должны быть одинаковыми здесь скажем так ну вообще-то да наверное структурно если говорить в событий на антологии туда то здесь происходит построение на потоке событий процессов действий деятельности и система деятельности построена на под неком потоке событий детерминирует сам этот поток событий вот философски вот так это звучит получается ли так что если у вас общая система которая может разные отношения привести просто к одному отношению что это на самом деле просто эффект взгляда а не эффект самого феномена ну это это всегда взгляда редуцирует это всегда эффект взгляда то есть и здесь правильно действительно поставлен просто говорит так что если мы себя поместим взгляд на этот уровень то мы увидим только химические взаимодействия не увидим жизни никакой жизни будет недоступна точно также как нам не сайт недоступны ментальные процессы с позиции взгляда на нейрофизиологического взгляда и оба эти отношения тоже эффект вашего взгляда что они идентичны ну потому что найти идентичность это самое простое можно все свести что все из бытие это всегда так это даже не обсуждается это о чем бы человек ни говорил это всегда эффект взгляда поэтому это не аргумент и не опровержение и не не против это всегда это всегда это не всегда это всегда так это эффект взгляда потому что сам даже конкретный вот то что конкретные ситуации которые описывают это мой частный взгляд с позиции событий на антологии которую я разрабатываю дело не в частном взгляде а в том что вы на самом деле строите никакой аналогии конечно позволяет на самом деле на сознание специфическим образом взглянуть и соответственно когда можно с другой стороны посмотреть это больше структур одинаковых мы сравниваем их можно что-то обновить какие-то закономерно ну так в этом и заключается мышление по некой последовательности значит поиска аналогии поиск различий отношение между химическими процессами и жизни и отношения между нейронными процессами и сознанием они просто аналогичны или они в каком то смысле одинаковые не смотря какому рамы рассматривать если на уровне философской философской оп mundane а cot Lu на он алтологическом уровне то есть и там и там мы говорим о потоке событий по потоке событий несколько низкого уровня потоки событийbut nisq и построенным на этом потоке событий системы, которая распределена на этом потоке. И с одной стороны, самой системы этой, кроме этого потока, и не существует, поэтому мы не можем выделить, где сознание и где вот эта жизнь, а есть только некий поток низкоуровневых событий. Но с другой стороны, при взгляде на большом распределенном участке этого потока мы можем выделить некую систему, которая сама влияет на этот поток. Ваши событийные антологии это одинаковые вещи. Просто не различают, у вас нет разрешающей способности их различить. Нет. У вас это одно и то. Нет, нет, нет. Любая система имеет разрешающую способность, ваша не способна различить эти знания. Нет, нет, нет. Они отличаются. С методической точки зрения. Одинаково с методической точки зрения. Именно. То есть есть развлечение. То есть в событийной антологии все зависит от того, от чего ты будешь плясать. Если ты будешь плясать от химических взаимодействий, это будет процесс химических взаимодействий, то жизнь это будет действие надстроенное, система действия на этом процессе, а ментальный процесс это будет деятельность настроенная. То есть они всегда отличаться будут. Но если мы возьмем и этот за основу, и тот за основу, а не будем рассматривать это относительно этого, то они будут идентичны. То есть методологический подход должен... То есть здесь центральным моментом является нисходящая причинность. Которую объяснить, это нужно долго-долго объяснять, но именно основная проблема, которую решает трудная проблема сознания, это вопрос о нисходящей причинности. То есть есть внешний уровень какой-то, скажем, или уровень жизни, или уровень сознания, есть низкоуровневый процесс, якобы детерминированный, а верхняя система должна восприниматься как эпифеномен. По сути, жизнь это тоже эпифеномен относительно химизма. Да, это некий эпифеномен, который не заметен на этом уровне. Но мы знаем, что химические процессы в организме, химические процессы в клетке подчинены в настоящей причинности. Точно так же мы знаем, что наша физиология, наша психофизика подчинена нашему сознанию. Точно так же, как химизм в клетке подчинен некой жизненности. Процесс уделения, например. Ну да, процесс уделения. Процесс уделения это жизненный. То есть так же наше мышление, это уже над нейрофизиологический процесс какой-то, и ему подчинены взаимодействия нейронов. То есть вот это минимальная мысль, которую я хотел закрепить именно в этом докладе, и вот в том, что сказал. Ну это, конечно, галимый антифизикализм, и из-за этого... Нет, когда... Да, да, да. Когда... Ну... На... 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 По поводу физикализма. Значит, здесь есть два момента. Когда какой-то студент подошел ко мне и стал говорить, что вот именно это физикализм, там, или эпифеномен... Эггеннистов, стоп, стоп, стоп. Я вообще не беру антиинтерпретацию никакую. Пускай будет какой угодно. То есть как они взаимодействуют, я не знаю. Я не говорю. Ну вот картинка чисто антологическая. Есть некий поток. Не-не-не, ты говоришь... Это я потом говорю. Это потом я говорю. Но изначально. То есть первая мысль была такая. Это аналогично или не аналогично? Да. Просто по поводу аналогии есть большие сомнения. Безусловно, нет никаких сомнений, что при помощи вот этой штуки Чаймерса можно критиковать. Да. С помощью этой картинки. То есть как полемический прием она работает, но в том, что на двух всего вещах делаются столь смелые выводы и делается, что они между собой какой-то с точки зрения аналогичны, вот это выглядит случайно спорно. Спорно, да. Но, кстати, большинство, то есть человек пять, они все врубились и приняли, только вот один студент стал спорить. Но есть второй момент по поводу физикализма. Это то, что я уже сейчас повторю, то, что я говорил. Это по поводу физической замкнутости Вселенной и именно детерминизма жесткого. Так вот мы на этом уровне его принимаем? Принимаем. И мы говорим, что вот она, вот она психическая замкнутость. Мы все можем описать как химическая замкнутость. А почему мы на том уровне? Так же говорим. И на том уровне, хотя он стоит над этим. Там же уже клетки. То есть где у нас этот уровень физики? Вот здесь или там? Но это один из языков описания реальности всего лишь. Есть физические... Нет, тогда, тогда я задаю вопрос. Если это замкнутость, а почему вы следующий... Это я отрицаю. Почему мы не можем сказать, или можем вот здесь написать физический уровень, не химический, да? Где у нас физическая замкнутость? На физическом уровне, а химизм это уже надстроенный. Вот почему вот здесь мы поставили преграду, что физическую замкнутость Вселенной мы ограничили вот здесь, а что-то из Вселенной выбросили как причинность? То есть либо мы должны четко описать, а где же эта граница физической замкнутости Вселенной? Где эта физическая? А что... Либо тогда каждый раз выделять конкретный уровень и от него плясать. Тогда, конечно, тогда нарушится физическая замкнутость Вселенной. Вообще, это очень... Сам подход в аналитической философии сознания по поводу физической замкнутости Вселенной очень как-то сомнительный. Как будто можно себе представить, что вот здесь Вселенная, она физически замкнута, детерминированно подчинена законам, она... А где-то еще сбоку есть сознание. Если оно там... То есть, сам по-настоящему вопросу даже чисто терминологически. А где оно? Тогда вообще создать нечего. Но, в принципе, отрицают существование как таковое, да? Проблема зомби, это и возникло, да, что... А как у вас право сознания нарушает этот детерминизм? Как оно? Как можно сказать, что сознание свободно там, да, то есть... Как у вас так решается? Решается... А можно сказать, что все это физическое, если сознание... Решается, значит, таким образом, что вообще о детерминизме, о неком причинно-следственном, однозначном решении можно говорить только локально, только вот в конкретном событии. И нельзя распространять на цепочку событий. Как и, скажем, о законе сохранения энергии. Несколько лет назад я рассказывал тоже. Закон сохранения энергии работает локально. Здесь и сейчас. Вот сколько прибыло, столько убыло, вот так. Но нельзя говорить, что это во все времена было столько же энергии, сколько и сейчас. Так и с причинно-следственным. Причинно-следственным... Вот я толкнул мяч ногой он отлетел. В данном событии была причинно-следственная связь. Но вся футбольная атака не подчинена законам причинно-следственных связей. Мы не можем говорить, что попал мяч в ворота или не попал, отследив от первых шагов всех футболистов, которые участвовали в этой атаке. Поэтому... Ни на каком уровне не можем. Ни на каком уровне не можем. Дело в том, что физики, физики, почему эти события у нас, скажем так, все равно локально причинно-следственная связь, также локально причинно-следственная связь, как и в химизме, и как в биологизме. Но там сложности, наверное, поменьше. Поэтому, чтобы отследить нарушения ее, нужно очень длинные рассматривать процессы. А мы физику смотрим всегда на уровне эксперимента в течение нескольких часов, минут, секунд. Как торгается, как разрывает причинно-следственные сепочки? Как оно разрывает? Как оно может с другого уровня влиять на причинно-следственные сепочки? Если оно на другом уровне, то казалось бы... Оно... Оно не соизмеримо с тем уровнем? Как скажем... Давайте говорить... Химический уровень. Химический луч. Вот, допустим, у нас есть клетка, которая начала деление, да? И вдруг она столкнулась своей оболочкой с чем-то, что затормозило это деление, да? Это, скажем, сенсорное воздействие на клетку, да? Но эта клетка, эта клетка, это, по сути, набор химических реакций, да? И химическая реакция деления затормозилась. На химическом уровне ничего не произошло. На жизненном уровне что-то произошло. И повлияло на процесс химических реакций деления. То есть, с точки зрения химической, что-то извне, что-то извне повлияло на процесс химических реакций. Здесь нам как бы вроде понятно, да? Ну, здесь нисходящая причинность. То есть, причина на уровне жизни, на уровне рецептора клетки какой-то повлияло на химические реакции. Похоже, как пуля вылетела, попала в мотор, мотор заглопнул. Нет, это... Ну, а как? Нет. В данном случае, в данном случае пуля попала конкретно в деталь, которая сейчас вращалась. здесь... Это химическое воздействие. А нет воздействия жизни на жизнь. Это я не понял, что жизнь на жизнь. Ну, грубо говоря, когда клетка встретила такое-то препятствие, она встретила препятствие на уровне того же самого, что происходит внутри клетки и каждый химический процесс. Она не встретила препятствие на уровне своей жизни. Не важно, не важно. Это причинляет. Получается жизнь до жизни. Рецептор. Это химическая последовательность. Химическая последовательность воздействовала на химическую последовательность. Да, но не ее последовательность. И воздействовала на жизнь. Но это жизнь на химическую последовательность. Нет. Если бы мы могли сказать, что жизнь повлияла на жизнь. Нам не нужно отвечать на жизнь. А тогда мы не сможем провести обратную связь от жизни к химическим процессам. Вот сейчас вы только что описали. Нет, не получается, когда клетка, вы говорите, рецепторами ограничивается чем-то, она ограничивается химически, она не жизнью ограничивается. Стоп, 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 стоп. Она ограничивается конкретными рецепторами. Можно вставить, можно вставить. Я объясняю, если вы хотите. Я понял. Хорошо. Я понял. Можно вставить дискуссору? Да, конечно. Между химическими реакциями в рецепторе и химическими процессами в рецепторе, вот здесь, и химическим процессом, который детерминирует деление клетки, нет химической связи. Как это нет? Нет химической связи. Нет непосредственно химической связи. Нет, непосредственно, нет. Она опосредована последовательностью других химических связей. Которых? Жизни, жизнь. Так что, это, вот эта опосредованность, вот эта опосредованность, и называется жизнью. Нет, это последовательность химических реакций, которые у вас внизу последовательности. Тогда у вас клетки нет. Нет клетки. А клетки нет. Я говорю, что извне на вас действует такая же химическая реакция, а не жизнь на жизнь. Да при чем здесь жизнь на жизнь? Так нет, клетка воздействует не на клетку. Да при чем здесь клетка на клетку? Мы это не обсуждаем вообще. Мы не поняли проблем. Вы же хотите сказать, что Бла-100 говорит. Бла-100 говорит, что верхний уровень, таким образом верхний уровень влияет на нижний. Я говорю, что это в принципе быть не мог. Верхний уровень это клетка. Клевая. Она, вот, либо если его нету, то и нет клетки. Так. Вот, если она есть, она есть эта клетка. В этой клетке она представляет из себя набор химических реакций. Но химические реакции это тогда, когда вот в колбочку мы что-то залили, и непосредственная цепочка реакций, непосредственное взаимодействие, детерминированное друг с другом. Так вот в клетке, в клетке вот этих, вот это, скажем, одна реакция, это вторая, это третья, и они друг друга не перетекают. Там нет единой, вот это вот, не единой химической реакции. Нет такой единой реакции деления клетки. Во-первых, они идут все параллельно. Они идут параллельно. Параллельно последовательно. Да, но между ними химическое взаимодействие нет. Как-то нет. Потому что нету. Ну как нету. Если один рецепт воздействует на другой, в результате происходит химическая реакция третья. Но химического взаимодействия нет. Скажем, это не одна химическая реакция. Здесь речь, речь идет о том, что вот если бы вот это и это были связаны как одна химическая реакция, тогда бы не было и жизни. Тогда бы не было проблемы обсуждения, как жизнь влияет на химическую реакцию. Тогда мы говорили, что здесь взаимодействие углерод присоединился сюда, а вот здесь, значит, азот туда-то, туда-то. Вот нет вот этой непосредственной связи между разными реакциями в живом организме. Это набор реакций, которые не представляют себе единую реакцию химическую. Почему вы связываете вот ту вот эту, грубо говоря, на поверхности клетки на поверхности клетки сел какое-то инородное вещество. Поменялась структура клетки, жизнь перестала существовать. Почему перестала существовать? Да потому что перестала жизнь. Все, прожужина в мембрану. А я говорю о том, что существовали клетки. Зачем берете в порядок? Нет, это к тому, что выгодно, я говорю, что связь есть. Здесь фактически жизнь на жизнь никак не влияет. Да я не говорю о жизнь, а жизнь. На кто мы взяли в проблему? Вы взяли в проблему, в которой мы не обсуждаем. Жизнь не может влиять на то, что происходит в последствии криене этих самых химических процессов. Жизнь как-то объединяет разные химические реакции. Жизнь объединяет разные химические реакции. Жизнь не объединяет. Это химические реакции и их совокупность, Мы называем жизни. Тогда не было жизни бы. Тогда был бы пол «химаизмен». Вот здесь я хотел бы привести аналогию из физики. У нас есть газ. Газ мы можем рассматривать, грубо говоря, описывать как последовательность, грубо говоря, написать уравнение для каждой молекулы газа. И описать так. Но есть, извините меня, другая подходит, термодинамика, где мы описываем газ совсем другими понятиями. Вот вам, пожалуйста. Это совершенно не... То же самое. Здесь два разных описания, но нет два разных феномена. Здесь нет двух феноменов. Ты, то же самое, нет жизни. Нет жизни, здесь последовательность. Хорошо, нет, все, значит, закрыл этот вопрос. Все, для тех, кого есть, мы будем обсуждать. Согласны? Я, да. Я сказал, что я будем обсуждать. Нет, мы уже по третьему кругу. Вот на примере жизни, вот, значит, что, по сути, происходит в событийной антологии. То есть, есть поток событий, любых. Эти события, некоторые из них, образуют детерминированные цепочки. Вот крестики, да. А вот эти остаются... То есть, это вот, скажем так, относительно химизма, это различные химические реакции, которые протекают в клетке. Они друг на друга не влияют непосредственно. Они не являются одной химической реакцией. Это разные химические реакции, протекающие. Если бы мы наблюдали в луже это все, это и протекало бы, вот, вот здесь одна реакция, другая реакция, третья реакция, четвертая. Но у нас есть некий феноменус. У нас есть то, что их объединяет как целая. Вот некая система, некая система, распределенная во времени на этом множестве событий, которая объединяет их в единую систему. Единую систему. И эта единая система обладает таким свойством, что если я ее изменю, скажем, вот, кружочки, это будут рецепторы, да. То есть, если я повлияю на скорость вот этой реакции, вот этой реакции, то через вот эту систему она повлияет на скорость других реакций, скажем. То есть, идет влияние одних реакций на другие реакции через внешнюю систему, которая распределена на времени на этом потоке. А фактически, если отвлечься, то тогда мы рисуем вот здесь вот клетку, и мы говорим, что жизнь, жизнь, как нисходящая причинность, влияет на поток событий, на котором она реализована. То есть, вот что такое нисходящая причинность событийной антологии. Что не позволяло в обычной антологии это сделать вечной. У нас внешняя система, внешняя система в обычной антологии всегда матрешно надстроена, как бы они, ну, просто упрятаны внутрь, внутрь, друг другу. И ничего от того, что я одну матрешку спрячу в другую матрешку, ничего не изменится, ни физически. И внешняя матрешка на внутреннюю, ну, как, влиять не может, если нет непосредственности. Здесь у нас распределенная во времени система. И вот она вот таким образом. Как этот механизм влияет? Это вплоть до того, что сейчас, ну, будем экспериментально это выяснять. Экспериментально это будет выясняться, вот то, что я делал в докладах раньше, новый язык программирования, событийный, будет запускаться большой поток событий и анализироваться на большом промежутке времени, создание систем распределенных во времени и путем влияния, вот это попытаться множество этих процессов проанализировать. Вполне возможно, что это имеет и экспериментальное подтверждение. Но, фактически, что мы и имеем, что такое жизнь? Это некая система на потоке событий, которая позволяет синхронизировать эти разные потоки. Если они были просто в луже, то они к друг другу не влияли. И то же самое у нас с созданием получается. У нас есть потоки нейронных взаимодействий, и есть распределенная во времени система над этими взаимодействиями, которая, с одной стороны, отражает эти взаимодействия, то есть она из них только и состоит. Но, с другой стороны, если мы поменяли часть этих процессов, то меняется вся система, и через нее влияются другие. То есть идет опосредованно. Тот же рецептор опосредованно, не непосредственно, там нет непосредственной передачи химических взаимодействий. То есть это каким-то образом всегда опосредованно. Как это же иное выражение для понятия, что такое управление? Дело в том, что нет. В кибернетике управление, сигнал управления, управляющийся, находится на одном уровне. И в механике. Мы дергаем рычаг, он непосредственно дергает через шестеренки, другие шестеренки. Мы включили тумблер, непосредственно на этом уровне происходит... У нас управление-то и соединяет два разных потоков? Нет, они не соединяют два разных антологических уровня. Координируют, координируют. То есть у нас, скажем, на уровне химии так и происходит, или на уровне нейронов так и происходит. Здесь речь идет о взаимодействии на отстоящего уровня, на другого антологического уровня. Вся кибернетическая система находится на одном уровне. Весь термостат, он находится на одном уровне. И все элементы детерминированно внутри этой системы взаимодействуют. Там нет нисходящей причинности, ненарушения причинности. Управление же это широкое слово. Управление фирмой, управление коллективом. А, нет, ну так, да, да. Конечно, если на этом уровне говорить, конечно. Там человек собой управляет и так далее. Везде управление, везде нам так и работает. Да, то есть, когда мы говорим о управлении опосредованным большими системами типа организма предприятия, то да, так и происходит. В этом-то и проблема то, что я говорил, что в современной теории управления предприятием, что предполагалось, что это механизм на одном уровне. И что я дерну ручку где-то, получу результат аналогичный в другом месте. Я могу написать программу, построить кибернетическую систему, модель, и задавая какие-то рычажки, я смогу управлять всем. А не получается. Не получается. Поэтому нужно предполагать, что есть уровень процессов, скажем, производственных, надстроен над ним уровень какой-то другой, и взаимодействие идет вертикально между уровнями, а не на уровне рычажков. У меня целеверный вопрос. Тут не на какой-то вопрос такой, что, а может быть, может быть, вот это такое управление предприятием, ну или, я не знаю, там, построение компьютерной программы, например, для торгов на валютной бирже или на любой другой бирже, да? Может быть, это не удается просто потому, что слишком много элементов и слишком сложных взаимодействий. То есть проблема такая чисто количественная. Именно так и считают, что действительно... Ну, надо тогда поднапрячься. Не оживаются. Да. Вот, и действительно так и считают, что мы просто вот пока еще не знаем... Да, решение, как всегда, два. Скажем, на уровне анонистической философии сознания. Это слишком сложно, мы пока еще не знаем, но будет все равно терминировано. И во второе решение, что это просто принципиально другой... Мы уверены, что в принципе оно не терминировано. Да, если уверены. Но когда строят на уровне моделей предприятия, они строят детерминированные модели на узком каком-то участке. Построили, оно все работает, все в порядке. Либо на одном уровне, скажем, на уровне от болванки до деталей все выстроено. На другом уровне прохождение документов все выстроено. А соединить не могут. Вот как только начинаются соединения, и так вроде бы как уж сложность не такая большая, но оно все разваливается. То есть получить единую модель на уровне одной схемы, а одного процессного потока какого-то не получается. Точно так же, как и жизнь. Если мы попытаемся описать жизнь на уровне химических взаимодействий, вот просто выпишем все-все-все-все химические взаимодействия, мы там ее не найдем. Мы ее не получим. Я понял, что мне это напоминает. Напоминает классическую проблему. Есть история философии и знает два способа определить, что такое целое по отношению к своим частям. Целое – это может пониматься как сумма своих частей. Это вот там отрешка, о которой говорит Александр. Либо говорится, что целое – это нечто, что больше суммы своих частей. И тогда это вот такое понимание. И как, не помню формулировку, и была ли хорошая формулировка у Плодона с Аристотелем, но Олег Михайлович подобное родо целое, помните, определял таким образом, что в таком целом, которое больше суммы своих частей, как происходит, как выстраивается отношение между частями? Отношение между частями опосредовано самим целым. Они относятся не между собой, а они относятся сначала к целому, а потом к другой части. Да, это вот именно так. Таким образом. Тогда как здесь, тогда как здесь – это тоже целое в каком-то смысле. Но здесь части относятся друг к дружке напрямую, что называется. Они не нуждаются в таком посреднике, как целом. Ну, как шестеренка. То есть, шестеренка – это здоровое шестеренка, область определяет количество зубов. В каком-то смысле это тоже целое. И вот на больших серенок – это, безусловно, нечто целое. Но мы понимаем, тем не менее, что это целые разной природы совершенно. Да? И вот это всего. Саша, а что ты соглашаешься? У тебя не так и не так? Нет. Ну, с точки зрения целого, да. То есть, именно здесь речь идет, можно говорить о… Нет, это понятно, что это просто то, что целое больше частей. Но это же просто гуманитарное пустое утверждение. Целое больше частей. Ну, оно получает конкретную интерпретацию, как Александр и говорит. Если взаимодействие вот этой реакции происходит вот с этой реакцией не химическим образом, а через живое, которое наступает целым, и оно в качестве целого, отличного от своих частей, оно не химическое. На самом нижнем уровне это именно такое понимание. Что-то исходит в взаимодействии с другой химической реакцией. Когда Платон, Аристотель и говорят о целом, они остаются в рамках числи гуманитарного расслова. Конечно, да. Поэтому там все иначе происходит. Это вот просто вот рассуждение о части и целом, как какие-то такие… Понятно, да, ну просто… Поэтому это так про то естественно-научное, мы к этому не иметь никакого отношения. Свой еще любимый пример вот с нотками, да, тоже. Ведь ноты друг на друга, причины не влияют, мы же не можем сказать, что поток в мелодии, что причиной этой ноты является эта. Вот, а есть, скажем, некая тональность, которая определяет наш сплет на каком-то промежутке мелодии, да, и вот она предопределяет. То есть вот целое выстраивается от того, что есть параметры, ну это для объяснения. Это для объяснения, и важно, что от гуманитарного подхода чем отличается? Потому что здесь тональность выступает как качество самостоятельной определенности. Самостоятельной определенности, которой нет в… В гуманитарном подходе такого нет. Ну да, нет, но здесь имелось в виду, что именно разный подход к целому, да, то есть мы можем… Я только на это указал. По словам, может быть разные, слова по виду одинаковые, а содержание разное. И вот мы посмотрим, что вот эта клетка, уже в себе заключающаяся, вот это межуровневое отношение, это наш нейрон, а на нем еще надстроено. И почему, когда говоря о нейронах, взаимодействии нейронов, мы говорим о жесткой детерминированности физического, там уже его нет. В нейроне уже нет никакого детерминизма по отношению к химизму. Я думаю, что здесь детерминизм как метафора некоторые употребляется, хотя... Нет, они жесткие, буквально, потому что либо он есть, либо нет, либо нарушается, либо не нарушается. То есть вопрос жестко стоит. Если он хоть чуть-чуть нарушается, тогда мы имеем возможность говорить о нисходящей причинности, о том, что вышестоящий уровень как-то может влиять на низший. Это исключается в физикализме.